Привет! В новом выпуске еженедельного дайджеста Инвейдера мы расскажем о строительстве города будущего в Неваде, браслетах дополненной реальности и многом другом. Американский миллионер и глава компании Blockchains Джеффри Бернс, склотивший состояние на торговле криптовалютой, собирается построить на территории штата Невада собственную маленькую утопию, умный город, обладающий всеми функциями отдельного государства. Эту идею уже поддержал губернатор штата. Новый город-государство получит название Painted Rock, если проект одобрят. Под новую высокотехнологичную утопию будет выделено 270 квадратных километров посреди пустыни. Город сможет приютить порядка 36 тысяч человек и будет иметь все характерные черты полноценного населенного пункта – дома, школы и офисы. Но будет одно ключевое отличие – жители будут пользоваться любыми услугами с помощью криптовалюты через цифровое приложение на базе технологии блокчейн. По своей сути, это система баз данных, которая осуществляет тотальный контроль за информацией в радиусе определенной компьютерной сети. Изначально созданной для отслеживания криптовалютных транзакций, эта технология может также осуществлять подсчет голосов на выборах или мониторить запасы еды и воды. По заявлению Бернса, блокчейн поможет людям жить более свободно, не тратя время на посредников вроде банков. Все операции будут проводиться напрямую через приложение. Пока авторы проекта думают над решением проблем, вроде таких, как «Где брать воду?», можно констатировать, что мы вот-вот можем оказаться в мире киберпанка, где корпорации начинают создавать собственные государства, независимые от национального правительства. В каждом выпуске мы показываем, что роботы уже среди нас. Но сильнее всего они влияют на сферу производства, повышая качество продукции, увеличивая прибыль компаний и создавая новые рабочие места для квалифицированного персонала. Промышленные роботы не работают сами по себе. Необходима правильная интеграция машин в производственную линию. Вот почему компания Техноред, крупнейший интегратор промышленных роботов в России, создала трехдневный тренинг-практикум по автоматизации производства, основанный на накопленном опыте. Всего за три дня вы станете профессионалом, научившись рассчитывать экономическую эффективность внедрения роботов, понимать где и как их применять, проектировать робо-ячейки, программировать промышленных роботов, а самое главное, вы поймете, как можно заработать на новых технологиях. Занятия проходят очно в учебном центре и непосредственно на оборудовании. Программа подходит руководителям бизнеса и сотрудникам предприятий, отвечая на 95% вопросов, связанных с роботизацией. Узнайте подробнее, перейдя по ссылке в описании. На прошлой неделе представители Facebook наконец-то поделились информацией о собственной разработке браслета-контроллера, который, скорее всего, произведет революцию в мире технологий дополненной реальности. Предполагается, что девайс надевается на руку словно часы и, по словам разработчиков, не будет доставлять никакого дискомфорта. При использовании вместе с очками дополненной реальности браслет будет работать по методу электромиографии, считывая сигналы, посылаемые мозгом к рукам и преобразовывая их в цифровые команды. Такая технология позволит добиться максимальной точности. Аппарат сможет считывать мельчайшие шевеления пальцев, а в будущем, возможно, даже предугадывать намерение и сделать то или иное движение. При этом процесс будет ощущаться человеком как нечто привычное и естественное. Авторы проекта утверждают, что, например, печатать на виртуальной клавиатуре, стуча пальцами по пустому столу или собственному колену, окажется не только удобнее, но даже быстрее в плане скорости отклика. На данный момент этот амбициозный проект еще находится в зачаточном состоянии, и, по мнению специалистов, стоит подождать еще как минимум пару-тройку лет, пока технологии и дополненные реальности станут в полной мере доступны для массовой аудитории. Исследователи из некоммерческой компании OpenAI в рамках небольшого эксперимента смогли обмануть машину распознавания визуальных образов с помощью листа бумаги и карандаша. Сначала ученые положили перед устройством яблоко, что не вызвало у искусственного интеллекта никаких проблем, а потом просто приклеили к фрукту бумажку с надписью iPod. Машина стала утверждать, что это iPod. Тем не менее, разработчики продолжают с оптимизмом смотреть на возможности своей экспериментальной системы CLIP. Ученые предполагают расширить потенциал данной системы с помощью интеграции синтетических мультимодальных нейронов, которые по своим функциям могли бы копировать человеческие. Эти нейроны отвечают за обобщение абстрактных образов. Очевидно, эти навыки предстоит развивать в течение долгого времени, чтобы искусственный интеллект научился отделять объекты по своему внутреннему смыслу, а не только по внешним признакам. На днях компания Dyson выпустила новый сверхтехнологичный пылесос модели V15Detect, оснащенный лазерной системой обнаружения пыли. В отличие от других пылесосов с лампочкой на насадке, работающих по принципу обычного фонарика, новый агрегат дотошно подсвечивает всю пыль у вас под ногами, наглядно демонстрируя количество оставшейся грязи. Помимо лазера, новый хозяйственный девайс умеет распознавать тип и размер пыли, передавая данные на специальный LCD-дисплей, расположенный на ручке, а затем подстраивать режим работы мотора таким образом, чтобы эффективнее справляться с крупными частицами мусора. Такой футуристический помощник по дому будет доступен по 699 долларов. Телескоп горизонта событий зафиксировал новые снимки черной дыры в галактике Месье 87, которая выпускала струю вещества на 5000 световых лет. Благодаря снимку в поляризованном свете были раскрыты некоторые секреты. Свет поляризуется при взаимодействии с пылью, плазмой и магнитными полями, а обнаружение поляризации дает нам сигнатуру окружающей среды вокруг дыры. Первое изображение представило размытое кольцо, похожее на глаз Саурона. Наблюдения показали, что ближайшие к черной дыре магнитные поля сильны настолько, чтобы побороть гравитацию и оттолкнуть газ от края, фокусируя материю под прямым углом в огромной струе. Только газ, который скользит через поле, может двигаться по спирали внутрь к горизонту событий. А на этом у нас все. Всем пока!